Слов о том, как пользоваться картами Visa и MasterCard. Дело в том, что уже известно, что Visa и MasterCard прекращают обслуживание российских банков. И многие опасаются, что карты не будут принимать. Ну, какие последствия вот этого... Да, многие люди бегут в банкоматы, снимают деньги, там очереди показывают у банкоматов. Надо это делать или нет? Сейчас объясняю. Дело в том, что обслуживание карт Visa и MasterCard прекращается. Да, действительно, практически для всех банков прекращают деятельность они на территории России. Но прекращается следующее. Прекращается, во-первых, выдача новых банковских карт с системами Visa и MasterCard. Это первое. Что сделали банки? Банки сказали, что все карты, которые уже выданы, значит, они сначала... Некоторые банки продлили срок действия карты, а Газпромбанк сделал вообще мудрое решение. Он сказал, что карты действуют бессрочно. Вот. Поэтому все карты Visa и MasterCard на территории России будут продолжать действовать точно так же, как они действовали до этого. Почему они будут продолжать действовать? Потому что внутри России уже принят закон, так сказать, там уже все давно происходит. Все транзакции по Visa и MasterCard идут через национальную платежную систему. То есть, внутри России. И вот эти вот... Ну, все операции внутри России, они будут продолжаться. Национальная платежная система создана уже давно. Ну, много лет назад... Несколько лет назад. И она работает вполне себе исправно. Вот. Что касается за границей. Вы не сможете этими картами пользоваться за границей. Вот. И сейчас, ну, как бы идет разная информация. Ну, например... Например, вот у меня дочь находится сейчас за границей. И у нее карта Тиньков. И совершенно спокойно я ей пересылал деньги в чешских кронах. Она в Чехии находится. И она там их снимала. Тиньков не входит в... Ну, Тиньков не под санкциями. И все происходило нормально. Но когда вот это вот объявили, то... Ну, во-первых, смотрите. Я смотрю на курс. И в тот момент, когда курс доллара опустился... Опустился, да? До 90, там... Ниже 94. Я быстренько перебросил ей кроны. Сказал, беги, снимай. Она тут же сбегала и сняла эти деньги. Совершенно спокойно. Сейчас, значит, объявили, что прекращается обслуживание визы и мастер-карт за рубежом сначала с 10 марта. Но сегодня прошла информация о том, что срок отключения продлили до 11 марта. То есть пока еще вроде бы они работают, но, значит, поступают сообщения о том, что... Ну, в частности, Тиньков, например, да? При попытке снять деньги в банкомате уже с карты Тиньков, он распознает карту, все видит, все говорит, все нормально. Но при этом... Короче говоря, подвисает. Вот. Но это все было исправлено через какое-то время. И вот уже... Ну, вот Коган, по крайней мере, был в Израиле сегодня, по-моему, он сообщал. И говорит, что в Израиле карта... Или вчера карта Райфайзенбанка у него, ну, отказалась работать. Он об этом написал. И Тиньков тоже. Вот. И тут же ему позвонил Райфайзенбанк, сказал, что все, мы наладили, он действительно пошел. И Райфайзенбанк уже распознается. Тут же он вставил Тиньков, хотя Тиньков ничего ему не ответил. И Тиньков тоже стал распознаваться и работать в Израиле. Вот. Ну, насчет Чехии ничего не могу сказать, потому что дождь порывалась. Там я говорю, не надо, потому что сейчас курс такой, что, в общем, лучше подождать. Вот. Что делать владельцам карт, визы и мастер-карт? Ну, в общем, сказать, по России ничего не делать, все нормально, все как бы по-прежнему. Не надо никакой суеты, все работает. А если вы вдруг поедете за границу, то, соответственно, вам нужно иметь при себе наличные. Лучше, если это будут доллары, наверное. Ну, не знаю, какие там у вас варианты и куда вы сможете поехать. Потому что все границы перекрыты. Визу сейчас мало кто выдает. В общем, так сказать, вот, ну, европейской визы, по крайней мере, у меня нет. Вот. В Турцию можно выехать, но там уже всюду принимают наличные доллары. Здесь проблем нет. То есть, можно даже не покупать турецкие лиры. А вот турецкие лиры снять у вас уже, наверное, вряд ли получится. Если пойдете снимать с карты Тинькофф, мой вам совет, Халк Банк. В Турции он без комиссии выдавал турецкие лиры, вне зависимости от суммы. С карты Тинькофф. Ну, я повторяю, что, судя по всему, после 11-го числа все это перестанет работать. Теперь далее. Как предполагается решать эту проблему? Ну, были объявления о том, что, ну, во-первых, карта МИР. Карта МИР в Турции принимается очень во многих местах. И не только в Турции, но вроде бы и во Вьетнаме где-то принимается, еще где-то. Вот. Но сейчас прошла информация, что собираются подключать МИР Юнион Пэй, китайскую систему. Платежных карт подключаться. И, судя по всему, об этом идет речь, судя по всему, к этому все идет. Но вот сегодня я прочитал предостережение со стороны США Китаю о том, что Китай, вернее, США предупреждают Китай о том, что, в общем-то сказать, это повлечет за собой какие-то санкции США по отношению к Китаю. Будет ли Китай с радостью выдавать карты Юнион Пэй, я не знаю. Поживем, увидим. Ну, а пока чисто наличные. Да, еще наличными можно вывести до 10 тысяч долларов. Если раньше можно было вывести более 10 тысяч долларов, но задекларировал их, сейчас никаких деклараций, ничего, 10 тысяч долларов на человека. О том, как перевести деньги за границу, но другими путями, я пока не знаю. Вот, у меня первая жена в Испании, она, значит, там говорит, что у нее заблокировано. Ну, в общем, Сбербанк тоже не получается у нее снять, потому что, ну, приложение Сбербанка не работает у нее. Абсолютно просто отключено, и все, приложение Сбербанка. Снять можно или нет, она не знает, но она спрашивала у меня курс, потому что ей важен курс евро к рублю, там, на какую-то дату платежа. Она занимается, там, внешнеэкономической деятельностью. Вот, и, ну, она сказала, что говорит, все, я, наверное, закрываю все это дело, потому что я тут наработала до такого, что мне 600 евро в месяц будут платить в течение двух лет, ну, типа пособие по безработице, поэтому зачем работать. Вот такая история. Ну, как обойти всякие вот эти ограничения, я пока не знаю, ищу варианты, ищу возможности, даже включая криптовалюты, вот, ну, думаю, решаю, и, возможно, я найду, ну, конечно же, найду варианты, как выйти из этой ситуации, потому что, ну, что-то надо делать, и как-то надо решать эту проблему, и я очень надеюсь, что эта проблема, она принесет не только, не только проблемы, но и возможности, как всегда, поэтому я очень активно этим занимаюсь. Ну, а на сегодня все, задавайте вопросы, как всегда, лайк, подписка, и до встречи, с вами был Демитков Юрий.